всем большой привет сегодня 19 февраля у нас очень хорошая погода весенние прекрасные запахи такие весенние начинают цвести разные цветочки у нас в это время птички поют весело и с таким настроением мне захотелось начать новый наборчик да у меня много начатых процессов я над ними работу нет на всеми сейчас работаю в основном над двумя процессами я вам показывала в прошлом видео это мой ангел сегнионка мудбуцила и его дименшинс кто за кем наблюдает птички процессы продвигаются и знаете мне захотелось все-таки себя побаловать ну что да много процессов начатых но тем не менее хочется вышить что-то еще интересное начать новый процесс себя порадовать я очень долго вообще не вышивала и соответственно долго ничего не начинала и сейчас вышивая дименшинс мне настолько нравится этот процесс легкий ниточки хорошие мне захотелось вышить что-то еще дименшинс и я вспомнила об одном наборчике который я купила в общем то просто так на довесок по какой-то скидке акции это обычная коллекция вот такой вот сюжет малыш и ангелочек я сейчас и вышиваю буцила там у меня идет ангелочек и здесь ангелочек ну как-то так совпало вспомнила об этом сюжете темная канва на темной основе всегда вышивки смотрятся очень эффектно и здесь такой сюжет тоже милые ну такое у меня настроение сегодня я его выбрала спонтанно и хочу сегодня его взять и начать сделать обзор перед тем как начну подготовку к процессу показать вам как что находится внутри хотя это конечно не новинкам уже все видели миллион раз что находится внутри на всегда так приятно открывать наборы на и на камеру и вообще под приятно открывать новые наборчики и я всегда тоже с большим предвкушением смотрю когда блогер да берет вот это вот клейкую ленточку начинает вот так вот потихонечку на камеру открывать у меня на не откроется на сильно липкая я сейчас ножничками отрежу и вам вернусь итак у нас открыт наборчик снимаем эту пленочку все я удалила эту пленочку теперь мы видим как красиво здесь лежат ниточки на этой основе посмотрите очень красиво смотрятся ниточки приятно и я нахожусь в полном предвкушении к началу здесь водна планшетка цветов здесь немного здесь всего лишь 25 цветов и как вы видите ниточек совсем немного по нескольку пасом и внутри по моему там ничего больше не вложено давайте посмотрим сейчас я потяну хвостик до больше ничего нет это вот все ниточки которые есть для этого процесса откладываем сюда планшетку давайте посмотрим какой кусочек канвы 18 каунт вот такой он квадратненький знаете я люблю канву от dimensions раньше она меня пугала казалось настолько жесткой неудобной но я теперь поняла почему это дело dimensions так как здесь часто они используют стежки полукреста в три в четыре в пять и бывают и в шесть сложений при большом таком при большой такой нагрузке на ткань если ткань мягкая то ее легко ведет и могут перетягиваться эти стежочки оставлять дырочки а вот жесткая основа будет хорошо держать любое сочетание сложения ниток поэтому я к этому отношусь вполне теперь нормально ну кстати вот этот отрез он достаточно мягкий обычная основа вот вышивать наверное будут с внутренней стороны потому что заломчик уже от времени под протерся посветлел вот ну я сейчас буду думать как не организовать мой процесс конечно же размечу основу конечно же сейчас обработаю края ниточки как-то организую чтобы мне было удобно вот давайте посмотрим схемку что у нас здесь по листам ой схемка такая простая иголочка включила камеру и совсем не обратила внимание что там совсем нет батарейки она выключилась а я сижу тут рассказываю ну ладно смонтируем и так наша схема схема насколько я вот сейчас вижу очень простая очень легкая посмотрите да буквально такие большие участки зашиваются одним цветом неполная зашивка много фона очень легкая схема первый раз у меня такая легкая схема от dimensions никогда не вышивала будет очень интересно и мы все знаем что dimensions всегда превосходный результат поэтому для меня это большой эксперимент попробовать вот такую простую схему а вот смотрите еще на разбивка по листам попробовать вот такую простую схему и посмотреть какой результат у нас получится вот ключ на одном листе с обратной стороны схемы ночью страшного это не проблема инструкция ну и лист для жесткости и обложка вот так сейчас я буду готовиться к этому процессу и покажу вам мою подготовку возможные первые крестики также хочу показать вам мою маленькую покупочку которая произошла недавно у меня последнее время получилась какая-то не любовь с иголками просто вот какая-то проблема так как процессов много и иглы разбежались по процессам да на органайзера где вот для иголок и несмотря на то что игл у меня очень много но они разбежались по процессам получилось так что не перемешались между собой и вот сейчас теми иглами которыми я вышиваю у меня получились там наверное иглы самые нелюбимые у меня есть любимые иглы и нелюбимые вот любимые иглы это гамма самые хорошие иголочки и пони но пони у меня одна пачка была бракована и тем не менее они удобны и еще по моему дмс у меня были хорошие иглы пошла я здесь по магазинам думаю может найду дмс к сожалению дмс не нашла нашла вот такие вот иглы от прим решила попробовать здесь в пачке идет 4 иголочки 24 номера и 220 наоборот 4 26 и 2 24 взяла их и опять мнение не понравились знаете чем не нравится вот здесь кончики очень очень тупые они этими иглами неудобно вышивать они не помогают прокалывать дырочку и закреплять нитку с обратной стороны очень сложно потому что они ну как бремушки совсем не хватает остроты ну и также очень грубоватое такое ушко не внутри а само по себе но очень широкая кому-то это удобно но мне это не нравится как-то грубовато какая-то иголка вот у гамма игла на намного как бы тоньше есть поострее вот этот вот вот кончик да и по тоньше сам сам ушко получается иголочка такая боль как бы изящно но сложно описать до различия в иглах ну как смогла описала вот такая у меня проблема купила опять вот таких игл пять пачек и они мне опять не нравятся не знаю надо купить заказать игла а просто делать заказ на одни иглы как-то не хочется ну ладно в общем вот такие у меня здесь дела девчонки я пойду сейчас делать организацию и покажу что у меня получается ну что прошло некоторое количество времени я к вам возвращаюсь моей подготовкой хочу показать вам что я выполнила как я подготовилась и так ну во первых я обработала край канвы край канвы я всегда обрабатываю лаком для ногтей выбираю любой абсолютно цвет лак мне нравится иногда даже играться подбирать какие-то цвета вот и обрабатываю краешек вот так я так делаю уже очень очень давно много лет и как показала практика очень это практично и удобно лак быстро высыхает закрепляет хорошо край и при стирке ничего потом не махрится и приглашки он прилипает все он просто пропитывается и запечатывает край основы поэтому я стараюсь всегда так делать и очень жалею когда я ленюсь и не выполняю это потому что основа потом все таки начинает махриться пусть не при вышивке но при стирке обязательно обмахряться края и наша работа приобретет все равно неопрятный какой-то вид я не люблю обрабатывать вручную обшивать машинки у меня нет поэтому я вот беру лак для ногтей и вперед обработала оставляя на некоторое время подсыхает и все дальше какие были произведены манипуляции нехитрые я сделала для себя небольшую разметку хотела сделать полностью разметку но знаете я побоялась что я где-то здесь сделала какую-то ошибку потому что канала мелкая карандашик то такой не тоненький и я могла где-то неправильно поставить какую-то точку но плохо видно это 18 каунта темная основа и если буду все расчерчивать то потом ошибка это выплывет и нужно будет все заново расчерчивать а здесь это неудобно смывать такой карандаш поэтому я сделала себе вот такую основную сетку на пол работы то есть на пол работы мне достаточно чтобы сориентироваться хотя бы откуда начать а дальше если у меня все пойдет нормально я быстренько эти линии уже дочерчу чем раз черчевую свою основу вот такими вот ой вот таким вот карандашиком от прим у меня их два было в наборе беленький и голубенький очень удобные карандашики смываются они не так-то просто их нужно потереть основу но в любом случае смывается это карандаш такой меловой можно пройтись ватным там таким диском с смоченным в уксусе и растворяются все вот эти вот следы в любом случае даже в теплой водичке потереть конечно же все вся разметка уйдет это не химический карандаш вот и конечно же это лучше чем не иметь вообще разметки ну а разметку нитками я не делаю никогда и я очень ленивая чтобы тратить столько времени и сидеть и нитками делать разметку но уж нет вот что еще как видите я натянула на раму я все-таки поняла для себя что мне очень нравится вышивать на рамах потому что основа она все-таки ровненько натягивается нет этих вот заломов кругов переставлять конечно да иногда хочется и на пальцах повышевать это мобильно прикольно но вот чисто эстетически когда есть возможность на раме это самое то поставил вот так на раму натянул какая красота все ровненько гладенько бери да и вышиваем заодно попробую один мой станочек куда можно класть вот так вот раму и вышивать вышивать наверное буду в этом месяце только сегодня может быть чуть-чуть завтра посмотрим я думаю только сегодня вот а потом уже возьмусь более активно в первых числах марта времени у меня появляется побольше в связи с тем что я заболела и очень устала мне так сказать муж выделил какое-то время чтобы отдохнуть и график рабочий у меня уже будет теперь более нормализованный я не буду больше ходить на курсы я их закончила вот и поэтому у меня времени будет побольше я смогу и отдохнуть и конечно же и повышевать и вот так вот смело уже пытаюсь планировать и мечтать что я буду вышивать в марте но почему бы себя не порадовать хотя бы хотя бы мечтами и планами вот такую вот красоту я буду вышивать моих малышей что по ниткам нитки я решила не срезать показы планшетки обычно я срезаю обязательно мне не удобно хранить и вот этот длинный хвост этот пучок таскать да в косы заплетать я не люблю потому что они все равно потом путаются и распутывать в конце косы это ужасно я один раз так сделала все больше не хочу обычно я что делаю я срезаю и сразу все эти ниточки размещаю на планшетку это очень удобно но так как процесс пока у меня такой ленивый скажем так я решила его организовать по принципу моих птичек вот dimensions мне это понравилась организация то есть и нитки я оставляю на планшетке а иголочки вот буду парковать на дубком я взяла вот такую полосочку от пака написала здесь значочки и пишу сразу что это крест в две нитки полукрест в две в две нитки так далее по цветам все значки приклеила на пв а не знаю возьмется или нет поэтому пока держит булавки чтобы не съехала эта планшетка также будет сюда парковаться иголочки ну а если мне захочется я всегда смогу также сюда навешать и ниточки вот такая моя первая значит организация все равно каждый процесс он в ходе работы требуют какие-то дополнительные для себя организационные моменты что-то как-то будет меняться посмотрим мне сейчас самое главное хочется начать попробовать сделать первые крестики полукрестики к тому же как я вам показала схема легкая и мне хочется уже прям вот схватиться и пошуровать скажем так пошить немножко вот уйти влево я смотрю здесь совсем легкий участок эта подушка и вот пошить 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 сегодня прям уйду с головой вышивку оторвусь и покажу вам вечером сделаю какое-то включение покажу вам своим первое продвижение вот на этом у меня все начинается у меня новый процесс поздравьте меня но я желаю вам хорошего настроения ну и конечно же до новых встреч пока пока ну что прошло несколько часов я здесь с перерывами на домашние дела потихонечку вышиваю кое-что мне получилось повышевать ну не сильно у меня уж впечатляющие результаты конечно хотя еще и не вечер можно так сказать у меня часов 8 есть еще время я еще часик два может даже и три успею повышевать сегодня что здесь я на вышивала а у меня вышивается полукрест вот я себе взяла здесь пошла так сказать на лево где полегче и шью полукрест выбрала два значка полностью их отшила это вот вот такая вот палочка наклона это полукрест в одну ниточку и и вот черненький треугольничек здесь я уже полностью отшила и дошла до половины вот здесь вот будет половина работы но это так вот по краю да себе очертила что могу сказать ну уже я конечно успела и запутаться потому что смотрю youtube смотрю смотрю татьяну лазовскую показывает она конечно красивое оформление вышивки картины отвлекаюсь осматриваюсь и стала портачить и поэтому я решила так что отмечать маркер и по рядочку отмечаю потому что один глаз в схему один на вышивку один на татьяну на с его вышивками с картинами еще на какие-то домашние дела и очень быстро путаюсь причем разметки у меня здесь особо нет какие-то линии набросала чтобы уж совсем не потеряться но плохо видно плохо видно дырочки конечно нащупываю раз можно их увидеть и вышивать а вот линии прочертить у меня не получается у меня рука уходит и то ли мне так кажется то ли очень жирно получается но не знаю может быть в какой-то день когда я буду свободна опять же таки днем я смогу сесть и это все красивенько расчертить но вышивается легко пол крест здесь нет смешение цветов нет каких-то сложностей взяла полукрестик взяла ниточку и просто отшиваю полностью на участке схемы получила огромное удовольствие боже мой какое-то счастье побыть немножко дома отвлечься от работа отдохнуть от каких-то проблем на работе что нужно постоянно зачем-то следить что-то какие-то выполнять функции а это просто я несколько дней дома занимаюсь домашними делами собой отдыхаю и сегодня я открыла вот этот наборчик до новенький начала ну так классно в такое удовольствие я начала этот набор и повышевала просто счастье какое-то боже мой столько эмоций столько радости столько впечатлений здорово я рада что я это сделала что я начала новый наборчик ничего потихонечку я буду его вышивать мой ангелочек с ягненком близится близится к завершению наверное еще один отчет я не успею снять но покажу вам уже в конце месяца что у меня там получилось заодно покажу в конце месяца что у меня будет и по этому процессу как я вам говорил вначале я его не планирую больше вышивать в этом месяце но сегодня планирую еще повышевать сколько смогу может быть даже у меня у меня у меня удастся вышить и сердечко которые сейчас вышиваю вот здесь и может быть еще какой-то один значок посмотрим пока идет все хорошо единственное что я вот немножко путаюсь потому что очень сильно отвлекаясь на youtube но это дело такое вот переодела себе на ножнички новый маячок мне захотелось вот такой вот повесить кувшинчик ну как бы к вышивке он не подходит до по тематике но мне нравится цветовое сочетание здесь такие рубинчики кувшинчик прикольный здорово вот ну что кстати иголочки я пользуюсь ими вышиваю на данной основе хорошо они как себя показали эти иголочки в неудобными вышивать вышиваю двадцать шестым номером мелкими она одна у меня прям в руках сломалась причем я вышивала полукрест в одну ниточку вообще очень как бы тоненькая но просто сломалась вот так все рассказала вам показала что да как такой мой органайзер пока только две иголочки здесь припарковано буду дальше продолжать на этом не все желаю вам хорошего настроения ну и увидимся с вами других видео до новых встреч пока пока